всем привет продолжаем проходить дополнение киберпанка и нам тут хэнс звонит спасибо за работу и мои люди заведу дело до конца не сомневайся твоя оплата уже в пути так вот на этом мы вчера закончили 8 8000 серьезно 8000 давайте пойдем еще кое-нибудь на задание сделаем видимо тут учет есть рядовая шутка преступная деятельность шпионский клад добраться да да ты не какая-то кстати давайте сюда доберемся она же нам что-то обещала 250 метров но в целом не так долго наверное по сути мы прям отсушите машинка здесь есть у меня о шикарно привет на машине будет сподручнее естественно мы ждем по-прежнему звонка от рида то что ну а как иначе почему здесь не показывал маршрут машины очень странно очень странно здорово ребята нет просто тайник найти тайник но где-то определенно тут наверно ароми . просто координаты тупо скинула и все что-то кого-то бьет что делаешь дурачок так где-то тут есть тайничок вот это что ли получается он в результате сильного давления на небольшую площадь так где вход в нее у него а вот длинусь преграду и расе а зачем они хероси а вот это ничего кстати какой-то брейн-данс кстати какой-то брейн-данс вами забрали но брейн-данс мы с вами помнишь это такое херота какая-то так окей ждем звонка 3 да пока значит едем вот сюда на этот заказ по шурику сейчас сделаем так ну люди не ходите пожалуйста по дороге ну что вы как эти самые там тачку гнать можно нам это не надо пока тачки гонять неинтересно мы ждем наступление следующего дня чтобы все было шикарненько интересно куда это мы с вами движемся здесь что то есть здесь какое-то явно поселение кстати нам сюда получается все вылазим так хэн звонит в пике луксора находится скажем так спортивная школа куда гости со всего света приходит в поисках юных талантов они подписывают контракты но не платят налоги мне позвонил человек которого такое положение дел не устраивает мой натана поможет тебе проникнуть эту школу а ты-то будешь интересующие нас данные удачи доступ запрещен ах и собаки о здорово ты от хэнза знаешь что надо сделать как насчет привет ли как тебя зовут объясняю в этой школе тренируют молодых спортсменов агенты из разных стран приезжаем на них смотрите заключать контракты запоминай ты агент команды сан-диего шредерс виктор уилсон тебе 28 и ты ищешь команду принимающего как раз вожу данные в их систему успеваешь да возможно сан-диего шредерс виктор уилсон 28 лет ищу принимающего молодец главное не тряпись особо иначе тебя сразу спалят заходишь ищешь кабинет директрисы пионы варгас и скачиваешь все данные агентов и все подписанные контракты вопросы все ясно класс быстрое сканирование все готово прошу вас мистер вилсон да ты джентльмен кто мог подумать ну пока я так чё теперь заходим сюда да да и снова берем оружие как убрать оружие альт нет это не надо ладно так выставочный зал ну получается выставочный зал а у меня по пистолету не спалят а я убрал пистолет найти кабинет фиона добро пожаловать мистер уилсон подойдите ко мне пожалуйста что такое все что вы видите защищено соглашением о неразглашении если информация наших спортсменов появится открытом доступе мы немедленно разорвем контракт с андиего шреддерс о сучит сурово советую начать осмотр с нашего бара самые лучшие коктейли за наш счет начали вот тебе мое первое боевое задание обезвредить три рюмки текилы я хочу поговорить с доктором фиона и варгас наедине боюсь ты невозможно вы не назначили встречу кто пользуется этими роботами нашу вербально-двигательным платформам подключаются агенты из азии европы и африки мы представляем их тем у кого нет желания или возможности посетить пёси город лично окей ясно так у ребята можно к вам пройти тут просто такая вкусняшка какая-то лежит но н 3d все-все-все успокойтесь я просто взял то что он принадлежит мне по праву и этих спортсменов еще молоко на губах не высохла я вижу джон вот же так я с той стороны колеса водное место то что с барменом нужно поговорить всегда это понятно бармен и всегда знают все абсолютно сейчас к вам подойду можно мне двойную текилу сенсом пожалуйста пожалуйста вы у нас впервые какой клуб представляете сан-диего шреддерс сейчас пытаюсь найти принимающего надо же как тесен мир я кейден работал с томасом два сезона назад виктор уилсон погоди а зачем вам еще один принимающий если вы только что предписали лучшего как там его звали по моему опыту обсуждать с незнакомыми людьми то что их не касается себе дороже ничего личного билл на лейка ему чем покрепче что прослабиться ты лучше о себе беспокойся ну и пошел ты о господи это же закаленное стекло как фиона от них такого добивается простите придется недолго закрыть бар а выпить то блять можно теперь можно пробраться за кулисы этого блядского цирка джонни сильверхенд просят меня отойти от бара нихуясь и прочитать сообщение зачем-то не знаю так найти кабинет но этот кабинет здорово нам вообще на самом деле туда на пройти як опытный охранник а мы сейчас тебе амнезию ебанем бля камера 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 сука отключить бля бля ебать короче не получилось тихо ну и хуй с вами а здесь что-то ценное надо забрать чё лежишь не получилось тихо да и хуй с вами чуть-чуть же силен небольшая тревога самая малость а где еще ну вроде все так находим кабинет сейчас я я не заметил камеру это было на самом деле очень опрометчиво с моей стороны то есть зайти то я сюда зашел а вот камеры не заметил это очень плохо так нам точно но можно сюда пройти то есть просто толканку это стимуляторы а здесь нихера кто чего как ты меня можешь спалить то никак а где еще один пошел в жопу так это мы не взломаем да не или взломаем об сломать а не могу взломать мне не хватает что ли плохо значит это тут здорово а ты че здесь делаешь очень странно так где-то здесь где-то здесь скорее всего мы сейчас опустимся вниз или да так лифт вызвали отлично нам думаю нужно вниз на спортивный сектор какой-то скорее всего он где-то там этот кабинет фианы кто это говорит кого-то там прикончишь ой на короче о еще один остался да не помню даже два а ты где не получилось непозаметно по незаметным опа бабах и так подбираем все фиолетовое что видим у меня пери это самый перегруз да а смотрите у нас есть такая штука в рюкзаке чудесная грудь здесь в пилюлях вроде бы да вот увеличит грузоподъемность на 1800 секунд поэтому мы просто используем и у нас 639 на полчаса этого хватит чтобы добраться до ближайшего магазина так чем сюда да получается сюда не сюда я по я просто искал не продаюсь как тебя зовут алло туами при этом я би что здесь делаешь ничего так просто стою в кабинете директора перестань я видел ты что-то искал типа того я хотел посмотреть заберут меня в команду или нет никто не забрал так не честно я же все умею и хром у меня есть и я очень быстрый твой час придет рано или поздно тебя выберут да я уже небольшой я старый ты старый я скоро буду не нужен даже самым плохим клубом а папа сказал что если мы никуда не возьмут то мы не сможем уехать и навсегда останемся жить в песен городе хотя много требуют а что бы ты делал если бы папа ничего не говорил ну играл бы наверное или поехал на каникулы было бы круто тебе говорили что хороший парень тонн а не унывай все бой таки вот увидишь лси ладно там и приятно было познакомиться ну я тут по делу ладно туда пойду пожалуйста не говорите мисс фионе что меня видели не скажу беги да сэш ты охуел пизде блять а ему говорят иди отсюда он говорит да ща подождите я еще найду блять это еще что томми на выход мисс фиона он попросил показать девашку я ничего не просил ты чо охуел не вешивайте его эти дела мальчишку тебе пора не заставляй меня повторять я же ничего плохого не сделал я знаю томми иди к себе в комнату дурачок блять охуеть я ему влескал что он красавчик он на меня подставил мы тут взрослые люди я уверена мы как-нибудь договоримся что тебе нужно пароль компьютеру и данные всех кто вел с тобой дела реквизиты контракты соглашения короче все что есть что ты собираешься с ними делать кое-кому надоело что твои партнеры не платят налоги моя обязанность входит защищать компанию и ее клиентов надеюсь ты это понимаешь они называют это компанией она подумай о детях ты хочешь собрать у них последний шанс на нормальную жизнь нихуя себе предъявы пошли у меня есть предложение давай пробуем прийти к компромиссу говори надеюсь предложение отдельное спасибо иди сюда я тебе кое-что покажу я тебе тоже могу кое-что показать видишь плагатые кубки в чем они должны меня убедить марк элвей 22 года выдающийся баскетболист моника диас 25 лет одна из первых 15 ракеток мира и наша главная звезда эл форд 21 год а уже чемпионом сша по боксу в тяжелом весе и чё хочешь сказать они всего этого добились благодаря тебе я им помогла если ты раскроешь имена моих партнеров школа закроется и все дети вернутся к своим нищим родителям включая Томми вот его папка помоги мне и я помогу ему за такой цинизм можно улучшать медали пластмассовые и ты сломаешь ему жизнь если я откажусь иногда приходится сделать выбор я предлагаю тебе сделать контролируемую утечку ты получишь данные о партнерах которые для меня мало значат твой наниматель получит то чего хотел имена и реквизиты все будут довольны сомневаешься на вид что вторая фиг ну кстати да тебе самой не хочется болевать от такого цинизма вводи пароль зачем оскорблять меня если можно решить вопрос профессионально щас профессионально решу блять вводи пароль наху ты разрушишь все что я построила что ты построила пароль блять гони нахуй на бочку пожалуйста ну и все и до свидания блять ну и все и до свидания блять украсть данные ты об этом пожалеешь и очень скоро нехуй мне угрожать блять наконец-то пожалею пожалею нихуя себе там есть что то это самое по карточке куда то можно проехать да кабинет фионы варгас выставочный зал а че в другое место нельзя поехать ну ладно да на вход давайте хуй ты пожалеешь очень скоро нихуя себе блять то есть с кем разговариваешь еще в курсе как-то не тает кто но нахуй разорвали просто ну и че я пожалею да прикройте меня принято да иди нахуй вот что там костюмчик опа это ты боксер что ли нахуй да бывший где ты блять хуясь ну и все кто пожалеет кто че пожалеет кто пизданул кто пиздел о о о о дождя мне куда таки аж покинул центр почему не ведут обратно куда то туда а здесь что то такое да нет здесь хуйня какая то а зачем мне сюда а а мне может быть надо просто из этой чё кто там сверху что бля я тебя урою вот уроешь давай будем честны никого ты не уроешь так я получается мне надо просто покинуть центр ну типа из зоны да никто тебя не спасет я киллер отличная работа в их наши европейские друзья наконец-то поймают за руку всех кто уходил от налога скажи мне кто так озаботился уходом от налогов европейское экономическое сообщество они хорошо платят поэтому я только рад их поддержать заказ закрыт ве не заебок так а мне бы сейчас херню где я могу продать все то что у меня сейчас там налутано кстати вот здесь почтомат и заказ хотя тоже здесь так мы аккуратненько вот так вот спустимся опа 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 оп 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 в береговых трущобах произошла резня и устроил леон райдер бывший солдат баргетта 7 жертв требует найти его и наказать по справедливости подробности тебе расскажет бриана дался которая неформально управляет трущобами удачной охоты спасибо мне надо продать сейчас все что я налутал получается да так мне пожалуйста по качеству а ассортенована короче то тут все мы продаем надеюсь очень не того не продам как много всего на самом деле да так этот пистолет это ее величество она нам не это нам не нужно а почему стена не надета у меня а это какой-то агау а используется ее величество это мы будем разбирать это все золотое мы будем разбирать причем прямо сейчас мы это сделаем рюкзак все эти шмотки которые у нас есть получается а почему мы не можем разобрать его вот это можем разобрать вот это нельзя так ну ладно а зажать разобрать бисинчун дробовик наш целевая винтовочка губитель а у нас что надета у нас надета просто снайперская винтовка 170 да ага ну да значит все правильно а не могу разобрать пистолет не трогаем это ни хера не трогаем 101 урона 128 пистолет пулемет тоже не могу разобрать это типа что то это самое а вот эти вот желтенькие короче их нельзя продавать ничего с ними делать потому что они это самое я понял они короче какие-то там квестовые и просто их никак нельзя слить блин а револьвер там конечно брал наверное зря ну ладно просто все разбираю потому что нам это не нужно по факту да все эти вот катаны мы сейчас продадим еще разочек все это мы продадим наручная дубинка обосраться и костюм мы тоже все продадим но не вижу с них никакого смысла по крайней мере вот не то что используется не надо а что используется стильный костюм а нахер не стильный костюм ну допустим пусть будет платится кстати можно нацепить так алюминиевая маска окси плюс 25 броня но блин это так ублюдочно смотреться будет поэтому я пожалуй откажусь от всего этого так это мы не нет это мы не продаем это все у нас надета потертая нагрудная кобура платится нам тоже вряд ли надо это на нас напялено ну получается вот так вот 377 тысяч у нас так что можем что-то купить в целом так на задание где-то здесь задание где-то здесь задание можно пожалуйста к нас к нему провести вот она подождем я так понимаю это последнее задание потому что потом нам позвонит скорее всего рит уже поговорить с брян просите что перебива я вид мистер ханс это ты бряна все верно марта этот парень нам поможет мы отойдем в сторонку хорошо да хорошо ну пойдем попиздим прости у нас сейчас все на эмоциях сначала хотела бы узнать кто ты откуда и что тебе известно о жизни в песен городе я вырос дороги под открытым небом среди людей которые были мне как семья тут наверно примерно так же чем тяжелее людям тем сплоченнее они становятся что ж приятно познакомиться теперь моя очередь меня зовут бряна я сбежала сюда от когтей шесть лет назад каких когтей многие из нас оказались тут потому что откуда-то бежали и от кого-то скрывались поэтому я хочу чтобы деньги которые мы собрали помогли нам добиться правосудия настоящего правосудия расскажи что для вас правосудия а то я слышал разные определения Леон Райдер заслуживает смерти он бывший подельник Хансона убийца тонкая я такой правосудия мне хорошо знакома вот и прекрасно к твоему сведению по имени Райдера погиб сын Марте его друзья и еще четыре человека Джейсон Калеб Дионте Омар Фаррел Матиас Алиса и Томико у него были причины убивать этих людей зло и зло ему не нужны причины Джейсон сын Марты хотел стать фиксером он привел Райдера в трущобы чтобы заключить сделку разговор перетек в ссору Райдер открыл огонь ну и мы до сих пор кровь со стен отмываем тела по имплантам опознавали ясно вот это нашли у Джейсона все зашифровано но для тебя это думаю не проблема можешь пройтись осмотреться тут до сих полно следов я заставлю его ответить за все что он сделал можешь предать это матери Джейсон хорошо ты понимаешь что мы пережили Ви не подведи нас не подведу принеси мне жетон Райдера пусть он напоминает другим таким же псам что мы можем дать им отпор да без б без б как говорится взломать чип да ну давайте взломаем чип 1С 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 55 все так у меня для вас клиент хочет предупреждать боевые импланты третьего поколения хорошо присылаю к нам в пасифику в мотель Los Osos откуда они у него ты мне лучше скажи сколько вы за них дадите если товар будет качественный будет она много пару десятков тысяч хуяся мой процент не придуривайся ты у нас на ставке если хочешь премию пусть этот хер тебе платят вечно так с вами но мне дополнительно не нужно ничего осматривать зачем стандарт армейских ботинок мужик с разбегу запрыгнул на крышу этой хибары и зацепился ногой за край тут 3 метра высоты значит он должен был весить за 150 кило чтобы оставить такие установки следы даже динопринцы такие так что мы рассмотрим хуяся кто-то спалил или Риндер получил хамстрин на крышу этой хамстринке я думаю нам это не интересно потому что мы сейчас просто возьмем где он вообще находится блин почему-то я не могу бэренько телепортнуться как-нибудь красиво попробуем 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 пройти здесь вот так вот то есть ну очевидно о Рид звонит эй Ви мы закончили разведку как только подготовишься встретимся у Алекс хорошо до встречи ну вот собственно и Ви так подожди добраться до убеждений мне не это задание нужно где там у нас задание журнал подожди а где задание то вот добраться до старого отеля вот да в смысле отслеживать вот так вот а че за туман такой непонятный а че тут у вас запрещенная зона что ли прошу прощения ребят мне только спросить а где у вас проход мне просто интересно блин видимо у вас прохода нет да а я почему то думал что есть да я упал не в меня вы хер попадете я вам отвечаю блин здесь реально что прохода к ним нет а ты почему не зацепился дурачок сука ну шо ж за говно то такое да не попадете вы меня как мне на ту сторону пройти где-то здесь внизу может быть мне не туда как мне туда пройти ребятушки скажите пожалуйста то есть мне реально нужно все тут объезжать нахер это не серьезно это тупо это пиздец я не согласен с этим придется объезжать ну просто раз мы уже начали надо продолжать правильно ведь а а солнце телепортажка это очень неожиданно кстати неожиданно и приятно да почему недоступно ребят пожалуйста отъебитесь ну по-братски блять короче хуй они от меня отстанут я понял ладно ой бля кто уже знал на машину ты издеваешься вдома просто поедем просто поедем потому что мы были невозможно это просто поедем просто поедем потому что мы так столько времени на это потерял но обосраться так мне оружие не нужно но сейчас ну ну эх печалька на самом деле но а это выезд из всего города вообще все теперь я кстати понял почему не так почему ну все да понятно теперь я что то так не то самое не заподозревал ну и ладно ну и ладно хер с вами как быстренько туда доберемся убьем этого чепушила я даже слушать его не буду просто сразу убьем а здорово здорово войти заброшенным отель еще войдем и не забудь что убить рендер мало нужно еще принести на моего жетон да я помню за ебёте а это камера типа никак не то самое здорово ребят держите минус жбан так все получается где нам найти райндера все найдем ну здесь этого райдера определенно не было давай не будем тянуть здорово ребят это легендарная как херня и спасибо кто меня взламывает какая скотина меня взламывать херел что ли вообще валер так звуковой шок мы достали так это здесь наверно есть такое подозрение что дальше просто надо выше подняться точно где-то здесь так толчки он вряд ли будет эй ты где без сознания на живой эти дела и до времени не тратят кружер там еще даже хрома стыдно успел а они его уже вырезали это мне показывается где кто кого-то надо убить что ли ничего я не знаю кто это просто будем всех подряд чикать резать о это что то что то не так что такое что такое ты что тот самый бля перезарядка очень не вовремя кстати а порвешь то яков иванов какой-то на гранат и еще одно и еще одно куда съебался да опять они в инвизах чем не кто-то дышит душит а ты где на тебе перегрев ты типа на транер местный охуенный да на грим все архивный диалог какой давайте почитаем его сейчас покажите мне архивный диалог пожалуйста алло архивный диалог можно во так что с ним нечто заплатил за охрану дамир приказал пусть пизду идет своими приказами на сколько мужик при заплатил короче что там не то чё ты хочешь а ты райдер так 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 тихо давай все обсудим ты же не станешь следить безоружного райдер я думал ты будешь более хромированным да это то что от меня осталось тебе наверно меня заказали кто это был хансон люди из трущоб которые хотят томсить за погибших чё погоди я был в трущобах и меня пытались кинуть но я никого не убивал у меня эти как их блять провалы в памяти проблемы со здоровьем короче ты вон больше меня знаешь ты убил малолетнего фиксера и еще семерых человек за что я болею я хотел загнать кому-нибудь своих ром и собрать денег на лечение Джейсон должен был связать меня с местными мусорщиками раз ты здесь значит он сдержал свое слово этот щенок решил что меня можно развести начал махать стволом как дикарь палкой что было потом я не помню а ладно просто хуй с ним то что он уже это самое надо сейчас жетончик с него содрать наверное все таки армейский жетон райдера все правильно кровяной насос кстати мы подобрали какой-то золотой который можно будет у рипера поставить интересненько опа имя внизу принести армейский жетон брияне так а нам а что за ножичек вообще показывается мне интересно какой-то магазин что ли как зайти туда как зайти туда магазин по мне то здесь вход алёшечки как пройти к вам в местный ёбаный магазин подскажите пожалуйста как тоже можно пройти серьезно а сюда подожди а чё это покажу хочу купить оружие даже чёти на продажу есть нож и всякая херота а зачем мне это при обеззреживании падания в голову врага метательным парам пам пам вероятность хитического попадания короче ясно все это нахер не нужно погнали отсюда доставлять армейский жетон так где моя машина а вот она то что ты чего определенно накосячил это факт ну типа кто вместо него мог еще что-то сделать вряд ли его подставили да и в целом пофигу просто сейчас отдадим армейский жетон и будем что-то думать здравствуйте ребятки сканируйте меня полностью когда-то и у нас в мире будут такие технологии сто процентов ну явно не семи седьмой год я думаю чуть попозже все-таки такс океешки в целом мы уже недалеко тут мне интересно что там за план придумал рид таким образом мы сможем проникнуть в эту крепость злоебучую не то что проникнуть в прошлый раз мы можем так же это факт а вот что дальше делать конечно очень хороший вопрос вот так вот так блять застрял чё скучаешь ну как райдер мертв ты сделал как мы просили сделал можете забыть о нем навсегда надеюсь последние минуты своей жизни ему было страшно но выглядел он не слишком счастливым спасибо тебе те кто здесь живут этого не забудут рад что смог помочь чё хэнсу надо ви по скажи цель ликвидирована я разобрался в таком случае заказ закрыт давайте давайте на машине доедем до алекс чуть мне кажется что мы очень долго будем пешком идти от 46 секунд у нас осталось минуту 46 секунд на это увеличение на увеличение так ребята посторонись ой тачка здесь стоит какая-то ну давай на нее просто перегрев кинем и все а чё на чё на меня плохо посмотрела какие враги были предупреждены нет никаких врагов я думал отвезти машину или не отвезти он какая-то херня ладно пойдем к алекс мне просто не понравилось когда она меня посмотрела так что-то косилась фу фу блять фу нахуй как говорится так продавать нам нечего потому что мы уже все продали аскану так алитоо аскану так алитоо аскану так алитоо о чё в меню лучшая еда и напитки в песен городе дорогой это неинтересно нам вот сюда а нам сюда можно это факт болерную поехали ритмы это уже проходили о ви здорово ты очень вовремя мы почти закончили составлять план о чём спорили вы владели свои недоразумения не совсем слишком уж много неприятных ассоциаций особенно с одной ситуацией до Найт-Сити мы работали в Колумбии первая миссия о Сойке была в Медельне давай не сейчас аликс но надо работать и не прошлое вспоминать а чё случилось в Медельне? что вы там делали? мы разрабатывали одного типа который продавал президенту Колумбии контрабандные корпоративные технологии а чё ФРУ работает за границей? мы делаем много того о чём в новостях не пишут тогда мы тоже пользовались украденными личностями нам пришлось отклониться от плана но это долгая история думаю пару минут у нас есть вдруг узнаю про Соми что-то полезное на будущее ну ладно нас интересовал Луис Эрнандес тяжеловес среди торговцев оружия мы хотели внедриться в его организацию Алекс скопировала личность инженера из его близкого окружения и проникла к ним однажды она приходит на встречу и видит что одна из его девушек моделей собирается на прогулку с Доберманом этот товарищ любил тратить большие деньги на показную роскошь ну и чё дальше? когда Соми собрала досье на Эрнандеса она выяснила всё кроме одной важной детали инженер смертельно боялся собак вплоть до холодного пота дрожи в руках и мокрых штанов и вот Доберман обнюхивает колено Алекс а она гладит его по голове и говорит хороший пёсик потом идёт к столу Эрнандеса отодвигает стул и прежде чем она садится ей уже целят два ствола в голову и один куда-то в район почек ну ничего не случилось вы все здесь живые и здоровые ого чего не скажешь про Эрнандеса и его людей мы не оставили им шансов на выживание ни о какой диверсии речь уже не шла пришлось действовать в лоб по официальной версии их выкосил конкурирующий картель прикол дэс ладно вернёмся в Найт Сити пора поговорить о нашей цели ну погнали принять участие в инструктаже давайте быстрее ребят ребята чё вы так долго бля мы посмотрели материал из чипа который оставил Особи она собрала нам хорошую базу для оперативной работы наблюдения сбор данных составления плана всё это есть осталось только исправить кое какие ошибки прошлого как ты заебал Рид говорит хватит ты ни в чём не виноват она большая девочка пусть учится отвечать за решение которое она приняла сама нет ее принуждали потому что не было никого кто мог за нее вступиться держи Ви здесь детали операции Алекс права если кто и виноват то Майерс а не ты да но но другого не исключают итак наша цель вырвать Соми из Лапхансона к сожалению мы не можем просто ее отбить потому что наработанная на США и президента Майерс не прошла для нее бесследно в нее вселилось нечто из-за черного заслона скажу честное понятие не имея что это и как она работает важно что Соми умрет если не получит лекарства лекарство это и скин который живет на нейроматрице сейчас ей владеет Хансон и нам нужно ее выкрасть ну ладно расскажи о плане Хансона начал встречу нетранерам которые тебе уже знаком для нас это шанс подобраться и к Соми и к Матрице Хансон нанял французов потому что они раньше работали на Милитех им известно какие там протоколы безопасности также они готовы подать Хансону коды доступа которые позволят Сойке извлечь Матрицу с главного сервера Киносуры Хансон знает только то что с кодами он получит данные из секретного проекта Милитеха и НСШ о нейроматрице ему неизвестно сканы личности и поведение нетранеров у нас уже есть осталось вынести за скобки их самих Эмерика и Аврора Кассель мы узнали о них что-нибудь еще после встречи ага Сойка собрала полное досье на каждого если очень кратко они начинали в Милитехе и во многое были посвящены а потом выяснили что на темной стороне платят больше я охотно верю было видно что они любят деньги бомжи за 20 тысяч ага только в этот раз денег они за нас не получат надо только перехватить их до встречи с Хансоном то есть мы собираемся их похитить как именно в Найт Сити они берут машину на прокат этим можно воспользоваться мы отсадим их авто и перехватим управление прежде чем они дойдут до Хансона это будет твоей задачей Ви ты взломаешь систему машины чтобы прокатчики не следили Аликс расскажет как после захвата Найтранеров вы займете их место поведенческие оттиски уже готовы а в чем твоя роль Рид я подготовлю путь отхода когда вы закончите надо будет быстро эвакуироваться я обеспечу вам транспорт и самый безопасный маршрут из возможных хорошо и что у нас на десерт встреча с Хансоном да вы продадите ему коды доступа к главному серверу иными словами ключи от сейфа с твоим лекарством скорее всего один из вас пойдет в лабораторию к СОМе чтобы ввести коды а второй останется с Хансоном как заложник я побуду с Хансоном а ты пойдешь к Сойке когда получите данные подайте мне сигнал я разоружу Хансона и ликвидирую его и охрану а ты справишься одна с Хансоном и его людьми я умею не только переодеваться знаешь ли плюс они будут полностью мне доверять можешь не беспокоиться то есть обнуление Хансона не обсуждается приказ поступил от Майерс он чуть ли не сам подтвердил что готовил покушение на президента НСШ а что с Сойкой ее мы должны спасти Майерс сама тебе это сказала все ясно если еще есть вопросы самое время их задать ну что ж и все ясно пора за работу может обсудим как перехватить нотранеров погоди буквально минуту давайте на этом и закончим собственно следующей серии мы продолжим именно с этого места а вам большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал статья лайки пишите комментарии и увидимся завтра дальше интереснее всем пока